привет друзья с вами канал про дж пен я и я сплин и сегодня я считаю нас будет довольно интересное видео я решил сделать серию роликов в которой мы с нуля подберем экипировку за примерно 50 тысяч рублей почему я взял такой ценовой диапазон когда человек покупается и мотоцикл и хочет собрать себе комплект экипировки у него есть в любом случае определенный бюджет если бюджет не велик то нужно просто покупать ту экипировку которая по карману она в любом случае будет защищать это будет гораздо лучше чем без нее если человек сильно обеспеченный он может выбрать себе просто по вкусу там среди шлемов за 100 тысяч рублей наверняка нету но откровенно плохих да и если он просто понравится как-нибудь расцветка будет стоить там условные 100 тысяч человек пойдет и купит ему здесь тоже советчики вряд ли будут нужны но в том случае если мы хотим найти разумную экипировку среднего уровня собственно за средний бюджет то в этом случае я считаю что эти ролики могут сильно помочь экипировка состоит из нескольких элементов во первых это шлем на мой взгляд это самый важный элемент всей экипировки во вторых это куртка дальше тут у нас перчатки мото джинсы либо там колени например и мото боты сегодня мы будем говорить про подбор шлема для того чтобы шлем вместился в наш бюджет он должен стоить ну никак не больше 20 тысяч рублей а лучше пусть он стоит меньше я уже выпускал ролик про то как правильно подбирать шлем по сути вот сегодняшний мой подбор шлема будет как раз происходить ровно так как я это описывал в своем ролике ссылку на ролик я оставлю в описании но давайте немножко повторимся я расскажу то что самое основное я говорил там какие критерии наиболее основные по крайней мере так считаю я при подборе шлема самый главный я считаю это безопасность в любом случае какой он не было комфортный удобный как бы он там не защищал от ветра вы покупаете шлем для того чтобы в случае падения ваша голова была в сохранность есть несколько стандартов сертификации это dot и си и и так далее но к ним есть большие претензии если вы смотрите наши выпуски мото новостей я недавно рассказывал там об исследовании которое говорит о том что дотовские шлема сертифицируются ну мягко говоря через одно место и туда могут попадать как реально хорошие шлема так и какая-то дрянь и все это будет dot поэтому разрабатывается новый стандарт сейчас но среди всего этого есть система тестирования безопасности шлемов британским правительством называется sharp вот их сайт и они делают настоящие краш-тесты после чего выставляют звезды все как у автомобилей звезд там может быть от 1 до 5 соответственно при оценивании безопасности того или иного шлема я ориентируюсь именно на sharp второй критерий при выборе шлема это то чтобы у нее не потел визор в тяжелые погодные условия потому что я считаю что это точно такая же безопасность как и собственно отрабатывание ударов самим шлемом я неоднократно попадал ситуации когда в тяжелых погодных условиях шлем начинал потеть ты ничего не видишь пытаешься открыть визор в тебя хлещет дождь ты не понимаешь как лучше было с закрытым визором но который запотел или с открытым но в тебя хлещет дождь и ты все равно ничего не видишь начинаешь нервничать там идет какой-то ливень тебе надо куда-то перестроиться ты вообще не видишь зеркала уже даже в общем это очень поганые ситуации кто попадал тот знает поэтому вот в том шлеме в котором я езжу сейчас такая ситуация невозможна в принципе и когда я буду подбирать шлем для вас такой ситуации у вас тоже не должно быть в принципе следующий критерий это вентиляция большинство зрителей моего канала живет в россии и здесь очень разнообразные погодные условия то есть некоторые ездят в ноль а некоторые ездят плюс 35 это все одна страна и поэтому шлем должен обладать вентиляцией которая действительно работает вентиляцию должно быть можно полностью закрыть допустим если на улице холодно при этом кстати не должен начинать потеть если жара открыть и она действительно должна работать большинство дешевых кстати шлемов отличается тем что там вентиляция не работает вообще либо наоборот она работает и заткнуть ее нет никакой возможности я ездил во множестве дешевых шлемов я езжу на мотоцикле очень давно и знаю о чем говорю следующие два критерия они примерно равнозначены на мой взгляд это шум и защита от солнца шум важен в основном если вы собираетесь ездить куда-то на дальнике потому что в городе вам это никак мешать не будет защита от солнца это просто удобно потому что когда ты едешь яркая погода и солнце в тебя светит то тебе приходится жмурится это тоже там местами небезопасно потому что я просто ослепляет защита от солнца в шлемах реализуется в основном двумя способами на самом деле их три первый способ это встроенные очки от солнца который выдвигается второй способ это фотохроматические визоры есть очень мало где в эту подборочку нашу войдет один такой шлем и третий способ это темный визор на мой взгляд он самый бестолковый из всех потому что либо надо возить с собой два визора либо ты выезжаешь в темном визоре потом у тебя начинается дождь сгущаются тучи или просто уже становятся сумерки и ты в нем ничего не видишь еще один критерий это вес но в основном касается модулярных шлемов которые всегда тяжелее интеграла обычно весят более чем приемлемо поэтому здесь мы особо останавливаться не будем мы сегодня будем рассматривать именно интеграла и последний критерий это ощущение качества к ты держишь в руках куда китайскую поделку за 4000 рублей и когда ты держишь хороший добротный дорогой шлем разница она банально чувствуется но здесь я буду останавливаться уже конкретно на каждом изделии для многих кто особенно еще не ездил на мотоциклах может быть не ясно какая блин разница это же шлем почему один стоит 4000 рублей а другой там 90 давайте покажу на примере смотрите вот этот шлем это последний шлем который я купил это шлем агв спорт модуляр он карбоновый легкий и он очень хороший да он дешевый вот этот шлем это шлем blauer high-tech я проездил в нем года три я этот шлем не покупал мне его подарили но этот шлем гораздо гораздо хуже нежели вот это по просто двум показателям да этот шлем не дешевый он поставляет впечатление дорогой вещи он реально качественно сделан тут используется хорошие материалы но во первых в нем полностью отсутствует вентиляция а при этом она как бы номинально есть да вы видите тут даже что-то шевелится можно что-то открыть закрыть но это вообще не работает ты едешь на этом она просто не работает что ты открываешь что ты не открываешь вентиляции в этом шлеме практически никакой нет второе шлем жестко потеет он причем не потеет когда визор новый на него нанесено покрытие и он потеть особо не собирается но со временем когда начинаешь протирать визор да уже там загрязняется это покрытие сползает и шлем начинает потеть абсолютно дико и вот казалось бы шлем не дешевый но при этом производит впечатление какой-то дряни ехать в нем небезопасно по крайней мере когда визор на нем уже немножко устал ну и плюс просто некомфортно в жаркую погоду сегодня мы будем рассматривать шлема которые в общем-то недорогие это средний ценовой диапазон но каждый из них будет лучше чем например вот этот шлем который стоит дороже и так какие шлема мы сегодня будем рассматривать процента я уже сказал это ценовой рубеж максимум в 20000 рублей дальше я не беру никаких китайских брендов вообще в принципе либо европа но которая около китайская недорогая я если я говорю бюджет низык можно взять вообще без проблем но если у нас бюджет на средний ценовой диапазон то мы смотрим просто хорошие вещи в шлеме обязательно должен быть пинлок потому что без пинлока шлемы потеют я не верю в то что какие-то классные системы что-то там куда-то наносится и она не потеет реально работает да они работают пока шлем новый через год использования что у них резко работоспособность начинает падать особенно если шлем используется часто мы будем рассматривать только шлемы у которых есть либо солнцезащитная шторка либо которых есть полихроматический визор почему потому что они просто есть в этот бюджет и зачем нам покупать шлем без них если мы можем купить шлем с ними если кто-то из вас ездит там в том числе там на домики то надевать солнцезащитные очки под шлем ну это так себя возить собой два визора это еще более так себе подбирать же шлем я буду по отзывам и оценкам в чем я считаю минус позиции некоторых блогеров которые просто берут вещь взял шлем проехал в нем сказал а вот это мне понравилось вот это не понравилось то что он дружок такой один мотоцикл у него конкретный и соответственно даже на любой шлем есть отзывы там где стоит пятерка да мне классно мне все понравилось а есть тройка потому что конкретному человеку что-то не подошло или меня что-то сломалось и нормальную выборку может дать только множество отзывов поэтому я рассматривал только так или иначе те шлема которые не какие-то нишевые и малопокупаемые а которые ну реально обширно представлены на рынке где есть сотни отзывов я реально сотни этих отзывов прочитал для того чтобы создать вам этот материал касательно цен кстати я рассматриваю шлем без скидок потому что сегодня скидки есть на одну модель завтра на другую и так можно себе там целый переполох устроить поэтому все цены они без скидок некоторые из этих шлемов можно купить дешевле чем я скажу а некоторые соответственно которые не попали в обзор тоже иногда попадают в этот бюджет и в этом случае их можно покупать и так где я брал оценки и отзывы я пользовался двумя сайтами это ревзила там реально сотни отзывов есть специальные таблицы и соответственно брался это всему то он тоже очень популярный там много отзывов я рассматривал только те шлемы оценки у которых не ниже 4 4 с половиной по версии обоих этих сайтов после того как я изучил реально все шлемы с высокими оценками все модели я выбрал из них некий шорт-лист из 9 победителей по каким критериям я их отбирал я уже сказал в этот шорт-лист вошли следующие модели шлемы марки icon оказались представлены двумя моделями это air flight и альянс джеки одни стоят 250 150 долларов соответственно обоих рейтинге на ревзили четыре с половиной балла куча оценок на и всему то там в основном рейтинге 5 обе эти модели могут быть с пен локами при этом air flight надо покупать отдельно и визор и пен лок они стоят по 40 и 35 долларов соответственно а вот на альянс джеки вообще не было пен лока там вот эта самая обработка так или иначе вообще все модели которые сейчас на завоне все хорошие среди них нету плохих то есть мы сейчас будем выбирать из хороших моделей лучшие пошли дальше по списку компания агв представлена здесь одним шлемом это k3 sv все то же самое высокие оценки есть пен лок в комплекте стоит либо 220 долларов за рубежом либо от 19 тысяч рублей в москве мне удалось найти компания shark представлена двумя шлемами это сквал 1 и сквал 2 я расскажу про них подробнее тоже хорошие оценки все то же самое пен локи точно также есть компания scorpion оказалось представлена в нашем шорт-листе с двумя шлемами это экзот 1200 и экзот 510 также в наш список попала шлем компании был он называется qualifier dlx он кстати очень интересный потому что именно в нем используется поле хроматический визор который сам затемняется и растемняется в зависимости от освещения и последний шлем в нашем шорт-листе это шлем компании и джейси который называется айс 17 вот такой у нас получился шорт-лист есть написанные цены этих шлемов объединяет их все то что они во первых имеют высокие оценки во вторых они укладываются в наш бюджет у них есть солнцезащитный визор либо визор который сам затемняется и все они соответственно интеграла теперь давайте разом проредим наш шорт-лист заходим на сайт компании sharp и смотрим какую же оценку за безопасность получил каждый из этих шлемов я решил что в нашем итоговом листе не будет шлемов которые имеют оценку за безопасность ниже чем 4 по версии sharp я их убираю я думаю что если все мы будем из своей жизни убирать шлемы с оценками ниже четырех то безопасных шлемов как-то очень быстро станет в мире побольше тут же нас покидают icon air flight icon alliance gt scorpion exot 1200 и bell qualifier dlx к сожалению у всех этих шлемов оценки были только три из пяти за безопасность а теперь давайте подробнее остановимся на пяти оставшихся шлемах и соответственно из них аж целых два от компании shark причем это предыдущая и актуальная версия одной и той же модели сразу оговорюсь что сквал один в россии уже купить практически невозможно однако на него есть неплохие скидки на западе поэтому в каком-то из западных интернет-магазинов я думаю что вы можете его приобрести но давайте я поподробнее расскажу про эти модели вообще модель сквал задумывалась как шлем который будет более безопасным потому что он светится у него есть монтированные диоды в зависимости от версии первое и второе не будет по-разному и соответственно там есть блок питания который заставляет их либо светиться либо моргать по вашему выбору вот сейчас на экране вы видите таблички по отзывам от компании revzilla что на первый сквал что на второй и какой вывод можем сделать там кстати еще очень много комментариев которые я тоже очень активно читал и пытался найти те недостатки которые в этих шлемах есть а на самом деле я говорю сразу про два шлема потому что их очень многое объединяет во-первых вторая версия является улучшенной версии 1 там больше например солнечный визор ну и другие такие скорее чисто косметические немного приятные приятности которые делают один шлем лучше ну и дороже чем второй вообще вот что про них говорят конкретно во первых хвалят неплохой угол обзора у первого сквала у обоих сквалов не очень-то хвалят вентиляцию потому что там стоит суммарно три с половиной из пяти по результатам оценок всех пользователей и в целом они всех устраивают по всему остальному будь то шумность запотевание и так далее но там есть одно но у них довольно плавающее качество то есть там идут оценки там 5 5 5 5 5 а потом там тройка потому что что-то ломается все люди радуются когда покупает этот шлем новый а потом у всех начинает все ломаться один человек говорит что он поменял себе три визора кто-то говорит что у меня начинает глючит это электрика многие пишут про то что у них не работает этот аккумулятор вообще не держит заряд поэтому их лампочки не светятся шлем может быть и хорошие но качество у него плавает поэтому я поставлю их примерно куда-то вниз нашего списка потому что если можно купить за эти деньги модели у которых с качеством все в порядке то почему бы этого не сделать теперь давайте поговорим про шлем scorpion exo t510 на самом деле попал он в наш топ сюда авансом потому что компания sharp его не испытывала но при этом испытывала почти всю линейку и шлемы из линейки имеет от 3 до 4 звезд тройки у нас не проходные но будем сомнения трактовать в пользу испытуемому поэтому будем считать что у него заочно 4 звезды хотя конечно же возможно это и не так у этой модели есть интересная особенность она называется подкачка щек то есть можно надеть шлем и если вдруг нужно подкачать себе подушечки которые держатся за щеки чтобы шлем плотнее сидел правда вообще во все всех отзывах где только кто-то говорил про эту систему они говорят что она вообще нафиг не нужна потому что и так шлем сидит плотно и подкачивать там в общем то ничего не нужно у шлема неплохая оценка за соотношение цены и качества это 4,2 из 5 он считается довольно комфортным там неплохая в общем-то вентиляция оценка 3 9 из 5 есть хороший угол обзора есть место под гарнитуру чтобы ее установить шлем чуть шумнее среднего но в целом никаких особых негативных качеств у него нету стоит этот шлем 230 долларов на западе либо я находил его в россии минимум за 16 тысяч рублей казалось бы неплохо но сейчас я перейду к двум другим шлемам каждому из которых я отдаю первое место и почему я так сделал вы сейчас узнаете так давайте сначала поговорим про агв к 3 св стоит он кстати в россии 19 тысяч рублей минимум а на западе это 220 долларов у него одна из высочайших вообще оценок по соотношению цены и качества это 4 9 из 5 среди сотен отзывов на этот шлем нету по моему даже ни одной тройки то есть там куча пятерок немножко четверок а других оценок не встречается вообще отмечаю что он неплохой угол обзора что шумит он меньше среднего что шлем очень комфортный то что у него отлично работает вентиляция оценка за вентиляцию средние 4 3 из 5 и замечание встречал только то что говорят что солнечный визор недостаточно темный хотелось бы чтобы он был темнее по сути такое описание как уже ставят шлем на первое место потому что у него практически нету недостатков а стоит он примерно как все остальные шлемы про которые я говорил но здесь есть одно но это одно но это шлем и gc is 17 давайте сначала я расскажу что про него пишут оценки у него в целом хорошие то есть большинство оценок там пятерки есть четверки есть и тройки из особенностей шлема что он немного маломерят то есть надо покупать его чуть больше чем вы думаете тоже говорят что шлем комфортный у него неплохо работает вентиляция он быстро на 4 2 из 5 в общей сложности из минусов кто-то ругал пинлок что он недостаточно эффективен что тоже не слишком эффективный и солнечный визор тоже хотелось бы чтобы он был более темный и самый большой поток негатива почему были низкие оценки это из-за того что шлем шумный многие пишут что реально надо надевать беруши и тогда в нем будет комфортно ну соответственно это все касается загородных поездок городе вам это не сильно будет мешать но у него есть два перекрывающих вообще все на свете плюса он единственный из всех шлема в нашей подборке получил 5 баллов за безопасность из пяти это круто второе это его цена он стоит ребята 10 тысяч рублей а на самом деле вот сейчас там распродажа на него там на большие размеры вы можно купить за 7 тысяч рублей это уровень какого-то китая на западе соответственно ему стоимость 150 долларов и по сути из такого реально чего-то что действительно вам может мешать это шум но если вы ездите в городе и вам не нужен дальняк я считаю что это просто оптимальный выбор поэтому на первое место я поставлю два шлема как бы агв лучше да в нем вообще нету минусов он в принципе такой же как этот ну у него за безопасность оценка на бал ниже однако он и стоит ребята в два раза больше поэтому здесь каждый будет выбирать сам и очень важное замечание насчет шумности я просто поясню потому что в комментариях сейчас начнется за один и тот же шлем некоторые пишут что он очень шумный а некоторые говорят что он вообще тихий но есть проблема не все ездят с вертикальной посадки на некидах кто-то ездит на мотоцикле у которого есть ветрозащита и она везде разная а шлем шумит зависимости от того как на него попадает воздух с какой скоростью под каким углом и поэтому шлем который может шуметь например на fz6 может не шуметь например на мультистраде или самый мерзко визжащий скрипящий шлем когда вы едете на некиде может быть супер тихим когда вы едете на голд винге однако если вы видите что среди отзывов много отзывов которые говорят что шлем дико шумит скорее всего он действительно шумит а если нигде ничего прошу мне написано то скорее всего он действительно тихий вот такой у нас получился топ шлемов в следующем выпуске я буду рассказывать вам про выбор мото курток напомню что мы должны уложить весь наш экип в 50 тысяч рублей поэтому для нашей задачи я здесь все-таки отдам пальма первенства шлему от и джейси если вас денег побольше вы можете взять агв можете рассмотреть все другие шлема которые были в этой подборке потому что они реально тоже все хорошие но вот я попытался выбрать лучший из всех из них в общем если интересны подписывайтесь на канал ставьте лайки если хотите сами поспорить или что-то вам не понравилось там может моя методика дрянь я не держу этот шлем в руках пишите об этом в комментариях с вами был я я сплин до новых встреч